МИР, ТРУД, МАЙ Лучшим подарком в этот день для француза является веточка ландыша. Шведы собираются в парках, поют песни, водят хороводы и прыгают через костры. Итальянцы 1 мая поют серенады под окнами любимых девушек. А на Гавайях отмечают Лэй Дэй. Лэй – это красивейшие цветочные гирлянды, которые висят на шее. А для нас 1 мая – это особый праздник, особое настроение и массовые шествия. Хмурое небо отнюдь не повод хмуриться. Сюда, на главную улицу города, куряне шли только с хорошим настроением. В стройную колонну влились и студенты, и школьники, и трудовые коллективы, и, конечно, первые лица города и области. Мы сегодня отдаем дань уважения человеку труда на предприятиях, как трудно сегодня, в АПК, в строительстве, на транспорте и так далее. Это те, кто сегодня работает в нашей социальной бюджетной сфере. Это учителя, врачи, работники социальной сферы. Они очень большую работу выполняют. И именно эти люди создают сегодня здоровый такой фон. Они всегда его создавали в стране, собственно говоря, на котором все зиждется. Кажется, весна только сейчас вступают в свои законные права. После затяжной зимы Курск нуждался в особом уходе. Поэтому провели пять субботников. И к первому мая город по-настоящему преобразился. Участвовал практически в озере более 50 тысяч. Высадили больше двух тысяч деревьев. Посадили аллеи в области Союзной, на проспекту Клыково, на проспекте Победы. Ну и, конечно, убрали всю грязь с улиц, покрасили, выполнили разметку пешеходники, покрасили баннерами. Все флаги в гости к нам. То, что праздник международный, ясно с первого взгляда. Алан Махмудул в Курске живет 10 лет. И уверяет, так как 1 мая отмечают здесь, не отмечают даже в его родной стране Бангладеш. Это уже такой парад бывает. Но в основном там рабочий класс у них парад. Здесь разные люди, разные национальности. И мероприятия здесь находятся в центре города. Разный народ приезжает. Еще один, в буквальном смысле колоритный, участник демонстрации. Только вот первомайские лозунги нигерийцу даются не сразу. Но тут главное – задор. Мы трудно. Май. Май. Молодежь готова поддерживать традиции 1 мая. Рассказы родителей, бабушек и дедушек о празднике весны и труда не оставили их равнодушными. Это традиция, которую я считаю нужна и можно следовать. И я считаю, что это объединяет людей. Поэтому, когда люди с этой демонстрацией идут по городу, это очень почетно. Праздник широкий, как душа русского человека. Настоящее людское море. Плакаты, флажки, воздушные шары и, конечно, музыка. Мне тут понравилось, что мы сюда приходим и тут висит портрет дедушки. Портрет не дедушки, а прадедушки. Алекса им по-настоящему гордится. Даже доклад в школе подготовила про него, любимого. Серафим Шаховцов поистине герой дня. Вернее, герой социалистического труда. Начал работать еще 8-летним мальчишкой и 60 лет провел у токарного станка. Мы работой жили, работой семьи сохраняли. И так все. И работа помогла нам после войны все восстановить. И пусть День труда в нашей стране официальный выходной. Работаем мы много, качественно и с удовольствием. Мир, труд, май. Весна в городе, весна в душе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин